Затачиваю специальный сутрёх гранит, чтобы вернуть твистку, которая сломалась в результате откручивания. Края должны быть острыми, вот у этого квадрата. Достаточно острыми должны быть края, если они плохо будут выворачиваться. Так, ну вот, выточил четырёхграник, сейчас буду его мерить, вот сюда вот вставлять, вот сюда. Хорошо, что он не идёт, его диаметр примерно 10,5 мм, а диаметр вот этого сычного отверстия где-то 8,5 мм, то есть на 2 мм как раз. Сейчас попробую его вставить надфилем, намечу, а потом проскоблю надфилем, чтобы она лучше вошла. Вот начинаю накернивать этим четырёхгранником, начинаю накернивать здесь, чтобы потом, впоследствии, когда накерню, вывернуть эту свечку. Вот так вот, я уже тут сначала потихоньку пошла. Так, там вот, вот так вот сюда посветить, вот видно, как заусенцы появляются. Вот четыре этих, появляются заусенцы. Продолжаем. У тебя тень от руки идет. Сейчас нет уже. Вот она потихонечку туда заходит, чтобы мы её хотя бы на сантиметр туда пробить. Так, ещё раз. Так, ещё раз. Так, попробую выворачивать теперь. Так, ну вот я высерил, наконец-то вытащил. Хотел выкрутить, фотография их видно, хотел выкрутить отсюда остатки свечи. Вот такой остаток свечи был, но это я от другой свечки отрезал, чтобы понятно было. Вот, а вот, вот этот вот я выкрутил, высверлил. Не знаю, как правильно назвать, но высверлил, скорее всего. Сверлил просто, брал сверло сначала на 9, потом на 10, 10 с половиной, 11. И вот здесь вот высерлил остатки свечки. Свечка была, вот как вот здесь вот видно, без уплотнительного кольца на конус. Вот, поэтому она так затянулась. Не знаю, может быть на горячую её завернули, поэтому она не отворачивалась. Может быть завернули на горячую, она ещё закисла. Несколько лет не отворачивали головку Ford Focus. Вот всё осталось от неё. Теперь я попытаюсь нарезать здесь резьбу. Ну, нарезать буду, вставлять вот этот вот, как правильно выразится, вставыш свечной. Бронзовый диаметр вставыша наружный 18,5 миллиметра. Ну, вот этот вот, 18,5 миллиметра. А внутренний, это подходящий для свечи, для свечки. Вот этот вот кусок свечки. Сейчас я попытаюсь её. Так, вот начал провязать резьбу. Это у меня метчик на 16, шаг 1,5. А потом я возьму метчик на 18, шаг 1,5 тоже. То есть, там отверстие, вот это отверстие на 14, шаг 1,25. Я начал без сверла, начал нарезать метчиком на 16, шаг 1,5. Вот, а потом возьму на 18. Ну, не знаю, пройдут, не пройдут, но должны пройти. Вроде замерял штангель циркулем. Вот здесь вот. Вот это вот замеры делал. То есть, от клапана до клапана. То есть, если седло не заденет, от клапана до клапана 18 миллиметров, конечно, есть. Вот, будем нарезать. Так, надо какую-то трубку. Вот, провязаю отверстие, продолжаю нарезать отверстие. Отверстие было на 14, а я режу метчик резьбу на 16, чтобы потом резать резьбу на 18. Почему я так делаю на 14, а потом, ой, не на 16, а потом на 18? Во всех мануалах пишут, во всех учебниках, что нарезается резьба по спиралевидную вставку. Сначала на 16 берется, ой, на 14. Мечик на 14 с переходом на 16. Вот у меня два мечика. Один на 16, другой на 18, сейчас полтора. Не знаю, не знаю, как получится у меня, что получится, пока идёт. До конца ещё не дорезал. Очистил, выкрутил. Сейчас продолжаю, продолжаю резать. Не знаю, не знаю, как, что, почему. Зачем эта резьба? Что в неё закручивать будут? Вставишь? Или не вставишь? Прокрутил уже. Вроде пошла, да? Насквозь. Да, вот на 16 прошёл. Насквозь она пошла. Ближе-приблизь, вот это можешь. Прошла насквозь. Сейчас просто до конца. Теперь назад. Теперь назад. Теперь сейчас на 18 вот этим вот буду нарезать. Посмотрим, как она пойдёт. Я вот так посвечу. Вот на 16 получилось. Не знаю, как на 18 пойдёт, что там получится. Ну, что получится теперь. Назад дороги нет, как говорится. Так, где? Где? Вообще спираль видная. Вставки, говорят, бывают. Потому что, знаешь, куски? Алюминиевая стружка. Сейчас посмотрим, что у нас здесь получилось. Здесь у нас получается неизвестно, что тут на конус. Ну, буду резать. Деваться некуда. Надо резать. Теперь уже деваться некуда. Тут не такой заход, как у этого на 16. Вон, сточенный. Ну, посмотрим. Видно? Так, пока не могу зацепиться. Немножко. Вроде начинаю зарезаться. Вроде начинаю зарезаться. Плохо. Без направляющая. И она маленькая. Это вот процедуру я производил. Примерно 20 лет назад. На автомобиле «Запорожец». Только тогда я головку не снимал. Поэтому наварил наметчики. Вот эти вот углинители. Сходил на автотранспортное предприятие. Мне наварил. Очень квалифицированный сварщик. Зашел. Зашел. Вроде идет. Прямо впритык к клапанам. То есть к седлам. Боюсь, что прорежу охладительную рубашку. Ну, деваться некуда. Либо выкидывать головку. Либо резать. Я решил резать. Подумал. Даже если прорежу охладительную рубашку. Она заполнится вставушем. Что-то легко идет. Подозрительно легко. Прямо удивительно. Вот она. Видно хорошо там? Угу. Вот на 18 прошла. Подсвистывает. Ну, смазывать не буду. Чтобы смазать, чтобы не было. Стружка не оставалась. И не забивала резьбу. Сейчас попробую. Что у меня с обертышем получится. Так. Выворачиваем. Вывернули. Ну, нигде вроде не прорезал. Слава Богу. Что-то это не выдуешь. Ну, вертыш надо попробовать. Вывернули. Ну, вертыш идет отлично. Даже еще маленько болтается. Могло бы быть и потуже. Вот. Некачественный вертыш. Да вертыш нормальный. Так, вот клапана, чтобы... Но я его буду, конечно, с той стороны завертывать. Не с этой. Это у меня пробная... Пробная, так сказать, заворотка. Этого вертыша. Ну, на 50 рублей его сегодня купил. 9 мая. Немецкую машину делаешь. Нет, американская. А, американская. А что это форт? Все немецкая, да немецкая. Союзники наши. Так, тут у меня получается на 19. Можно полмиллиметра еще стащить. Чтобы она туда легла лучше. Полмиллиметрикой можно стащить. Ну, теперь осталось с этой стороны посмотреть, что у нас. Что у нас. Как у нас. Да-ка, 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 да-ка. Да вроде, ни конус ничего не повредил. Видно его. Нормально все. Сейчас промою его. Немножко обточу. Вот это вот. Вот этот вот бортик. Вот этот бортик обточу. Видно, да? Угу. Ты сильно близко. Вот этот вот бортик обточу, чтобы он поглубже все. Ты на лампочку это приставил и показываешь. Вот этот бортик обточу. И туда буду вворачивать. Ну, пока все. Так, вот убираю стружку. Решил попробовать компрессором продуть. Все равно промывать придется. Закрыл все. Не видно. Сверху все. Сверху. Закрыл все. Закрыл. 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 Это вот с этих отверстий вылетает. Закрыл. Все равно промывать надо. Сейчас выточу палочку. Или вот сюда наверну. Вот на эту. 3 квадрата сломал. Нифига не верну. Закрыл. Закрыл. Протачиваю примерно на 3 миллиметра глубину, потому что двертыш не дает концу свечки. Вот этот конус, который здесь находится, хочу проточить его подальше, чтобы она глубже села в цилиндры. Поджимаем еще на 3 миллиметра и аккуратненько проходим. Не дай бог не сбить. Так. Проверим, проверим, проверим. Еще подожмем на 3. Раз, два, три. Я не токарь. Снимаю. Ну вот так буду снимать, пока этот конус не станет, вернее этот выступ не станет меньше. Диаметр резьбы. Диаметр резьбы вот этого диаметра. Вот диаметр, который на 14. Пока вот этот конус сверху не станет, например, 13,5. Чтобы он провалился во ввертыш. Так. Вот точим. Почти уже проточили свечку. На 4 миллиметра я ее сделаю, чтобы она глубже утонула в ввертыши. Иначе конец свечки, то есть место, где образовывается искра между электродами, заглубится во внутрь головки и окажется не в том месте, где должна произойти вспышка. Истались последние штрихи. Дай Бог, что они сломаются. Включу на обыкновенном станке школьник. Истались здесь четырех. Истались, может быть, одну-две десятки, или меньше. так ну вот я проточил эту свечку эту свечку свечка была точно вот такой же свечка свечка была вот точно такой же то есть вот эта вот часть где написано japan здесь написано japan на этой свечке тоже было написано но у меня получилось так я сделал вертыш вот он вертыш и если я заворачиваю не проточенную свечку то вертыш у меня торчит свечка вернее вертыша торчит всего лишь на полтора миллиметра сейчас покажу заворачиваем свечка из вертыша вот видно наверное вот то есть вот кусочек вот этот вот свечки резьбы свечки из вертыша выступает на два на полтора миллиметра мне не хватало 4 миллиметра чтобы она углубилась внутрь цилиндра когда верну я проточил вот эту часть вот эту часть на 4 миллиметра под такой же конус старался соблюдать сейчас посмотрим одну руку неудобно тем более левой правой руки руки держу фотоаппарат но видео и лампу чтобы лучше было видно вот для сравнения видите насколько торчит то есть вот это вот резьба вот этот резьба который выступает за вертыш она длиннее на проточенной свечки на длиннее на 4 миллиметра чем вот на этой свечки так сейчас мы отвернем вот у меня что получилось это вот две одинаковые свечки только в одной не проточена эта юбка просто здесь конус а у другой юбка проточена на 4 миллиметра глубже как повыше и поднял тоже оставил конус вот видите вот это без вертыша свечка это вот со вертышем такое ощущение что она нет от она в углублении но это не так потому что вокруг нарезана резьба на 18 и небольшие так сказать пространство небольшое здесь вот не знаю как она будет работать но высота вот эта высота электродов по отношению головки блока цилиндров вот клапанам по отношению она примерно 7 миллиметров это 7 миллиметров это 7 да я понимаю что здесь здесь вокруг будет набиваться сажа она здесь будет набиваться здесь вот резьба маленько видно есть немножко больше будет набиваться если пока двигатель работает нормально то есть свечка сажей не будет засоряться от крутится и думаю нормально если даже плохо здесь открутиться, она вывернется вместе с вертышем, то есть вывернуть ее реально будет. Ну вот так она смотрится, вертыш изнутри. Конечно желательно бы подлиннее, желательно бы подлиннее. Не знаю, найду я длиннее, не найду, желательно подлиннее. Вот так вот вертыш смотрится со стороны свечного канала. Видите, медная вставка. Вот таким гельметиком сейчас помажем эту вот резьбу и завернем свечку, вот так вот.